Хорошо, сейчас мы начали записывать наш семинар. Очень важно учитывать, что семинар записывается, это видео будет доступно позже на YouTube, поэтому у меня большая просьба не писать в чат никаких личных данных, ни имейлов, ни секу-кодов, ваши имена, фамилии есть, этого достаточно, ни никаких данных детей, вообще ничего. Мы общаемся только вопрос-ответ, потому что в противном случае мы должны будем в записи закрывать чат, это не очень хорошее решение, потому что тогда будет непонятно, о чем шла речь и на какие вопросы мы отвечаем. Второй момент, о котором хотелось бы сказать, в понедельник у нас будет такой же семинар на эстонском языке. Сейчас мы делаем семинар на русском языке, чтобы было все ясно, понятно для учителей русских школ, и в понедельник точно такой же семинар будет на эстонском языке, будет другой лектор, Мартин из Инови, но в принципе информация такая же будет, как здесь. Марина, к сожалению, я ничего не могу сделать с громкостью вашего устройства, попробуйте, может быть, наушники одеть или как-то что-то так решить, потому что здесь у разных участников громкость разная, все зависит только от вашего устройства. Еще раз повторю, что, может быть, звук может прерываться, качество звука зависит от скорости вашего интернета. В записи потом звук будет нормальный, без всяких перерывов. Да, я достаточно громко говорю, кричать совсем не хочется, у меня тут дети в соседней комнате уроки делают. Хорошо, давайте начнем тогда. Я сейчас открою главную страницу Эйса. В принципе, если у вас есть возможность сделать параллельно со мной все то, что я делаю, то будет хорошо. Если нет такой возможности, значит, просто смотрите, и потом в записи, когда будет семинар, можно будет все повторять. Я вам сегодня расскажу о том, как пользоваться экзаменационной инфосистемой, которую мы называем Эйс. И как ей пользоваться, как ее использовать для того, чтобы проводить оценивание детей. Так, я открываюсь. Больше я ваш чат не вижу. Дальше, Настя, я надеюсь на тебя в плане вопросов, которые появятся. Здесь у нас главная страница Эйса. Что мы здесь видим? Очень важное поле – это желтый ящичек, куда мы обычно вешаем быстрое объявление. То есть та информация, которая должна дойти до наших пользователей. Чем быстрее, тем лучше. В данном случае здесь есть три телефона. Телефон службы поддержки, мой телефон, и телефон Хеле. Если у вас какие-то вопросы, первым делом вы звоните в службу поддержки. Они неплохо общаются и на русском языке. В принципе, если они что-то не могут вам ответить, они обращаются уже к нам. Почему важно звонить в службу поддержки? Потому что все звонки фиксируются. И если будут какие-то проблемы, у нас будет дальше статистика того, на что стоит обратить внимание. Дальше ссылка на страницу Хитцы, где мы собрали все самые важные вопросы по дистанционному обучению. Я сейчас открою, покажу. Страница на эстонском языке. Но вот здесь отдельно, внизу, собрана информация, практически вся имеющаяся у нас информация на русском языке. Мы старательно переводим разные тексты, материалы. И здесь есть ссылки на материалы и новые, и на семинары. Часть семинаров на русском языке, обучающих и для учителей, и для руководителей. Часть семинаров с субтитрами, там, где пока не удалось сделать русскую версию. И дальше руководство и инструкции для использования Эйса для учителей и для детей. Чтобы не искать их где-то в общем потоке руководства, все руководства. Здесь у нас есть ссылочка, конкретно то, что нужно учителям и детям, вот по этим двум ссылкам. Это просто на будущее, там можно найти нужную информацию. Когда вы заходите на страницу Эйса, проверьте, пожалуйста, чтобы адрес в адресной строке вот здесь вот заканчивался словом Эйс. Потому что на самом деле у нас есть внутренний вид и внешний вид, открытый для школ. Внутренний адрес очень похож на этот, но здесь в конце не Эйса, а ЭКК. То есть вы, когда заходите, у вас обязательно должен быть адрес именно в такой форме. Эйс.екк.edu.ee slash ace. Второе, на что стоит обратить внимание, когда вы не зашли в систему, в правом верхнем углу вы увидите кнопочку syslog.com, это значит войти. И autentimate casualty, это значит неизвестный, неавторизованный пользователь. То есть вы видите только те страницы, которые доступны человеку, который не вошел в систему. Я вхожу в систему сейчас. У меня появляется достаточно много возможностей для аутентификации. Я хожу небезопасным способом, с паролем. Но на самом деле очень важный момент здесь это войти с помощью Harit. Harit это общая эстонская образовательная система аутентификации, где вы делаете аккаунт один раз. И потом с этим аккаунтом заходите во все системы, которые к Harit подключились. То есть не нужно запоминать 150 паролей, только пароли с Harit и собственно все. Что важно, в вашем случае в плане школы очень много детей, которые, может быть, сами не умеют пользоваться ID-картой, мобиль ID, у них нет Smart ID. Это нормально, особенно в первой школьной ступени. Тогда как раз Harit позволяет сделать аккаунт для ребенка его родителю. То есть если ребенку нету 13 лет, то за него в Harit может сделать аккаунт папа-мама или официальный опекун. Тогда аккаунты родителей и ребенка связываются между собой через рахвостику регистр. И ребенку не нужна ни ID-карта, ничего другого для того, чтобы входить в такие серьезные государственные системы. Он просто входит со своим имейлом и паролем. Это действительно очень удобно. И, соответственно, маленькие детки могут тоже достаточно безопасно использовать в том числе и ACE. Но это относится и к опеку, и к е-коле, и к остальным системам. Но, как я уже сказала, я захожу с паролем. Извините, секундочку. Извините, ради бога. Значит, я захожу с паролем, и паролей в FACE у нас два типа. Это постоянный пароль и это временный пароль. Временный пароль, тестовый пароль – это пароль, который генерируется для того, чтобы ребенок мог принять участие в конкретном тесте. То есть только в одном тесте, и он видит только информацию, которая касается только этого теста. Больше ничего. Вот они, прелести работы на дому. Извините, пожалуйста, у меня тут немножко семья вокруг входит. Я говорила о том, что можно заходить в систему при помощи тестового пароля. То есть он не может видеть никакие свои результаты, не решать какие-то задачи, а только делать конкретный тест и смотреть только результаты этого теста. Теперь я захожу в систему с помощью своего постоянного пароля. И здесь видно, что если я зашла в систему, сразу же появляется вместо autentimate, оказывается и кнопки syslogimena, появляется мое имя. И рядом с моим именем название моей школы. Вот Анастасия Воронина. И, соответственно, у меня катся коль, потому что ни в одной школе я сейчас не являюсь действующим педагогом по данным Эйхиса. И у меня здесь сделана такая игровая школа, которая дает мне право видеть то, что видит учитель. Скорее всего, в вашем Эйси гораздо меньше разных вкладок, которые вы здесь вот у меня видите. У меня много их. Это можно все игнорировать. Сейчас нас интересуют только три вкладки. Это Avale Kutulya Sondat, Minutailout и Tested Soritamina. Avale Kutulya Sondat – это та вкладка, с которой будут частично работать ваши дети. Потому что Minutailout – это мой рабочий стол, это основной предмет нашего сегодняшнего разговора. Это то, с чем работает учитель. Avale Kutulya Sondat – это инструмент для учителя, который позволяет ему управлять заданиями и тестами, которые он отправляет детям. Avale Kutulya Sondat – по этой вкладке у нас доступны все открытые задания. То есть, это задания, которые видят все дети. В случае учителя, задания на этой вкладке видят учитель не только открытые, но и те, которые доступны для учителей. То есть, здесь нужно быть очень осторожным. К сожалению, у нас сейчас здесь не видно, какие задания доступны только учителям, какие задания видны детям. Поэтому я советую вам работать через Tailout. Но, в общем и целом, вы должны знать, что дети, когда заходят в систему, у них есть такой тоже вклад Avale Kutulya Sondat. И здесь они могут ходить и что-то решать. Теперь я перейду к как раз моему рабочему столу, про который мы сегодня будем разговаривать. В работе любого учителя, в принципе, все оценивание делится на две части. Первое – это тестоконтрольная работа, по-эстонски это будет ГОКОВ, это ФИНД, номинация – это итоговое оценивание. И второй тип заданий – это задания, которые призваны поддерживать учебный процесс. То есть, это задания для домашней работы, задания тренировочные. Такие вещи, которые оцениваются, с одной стороны, но, с другой стороны, они какие-то выводы делать очень сложно. Скорее всего, при выполнении домашних заданий мы не ограничиваем использование учебного материала, мы не ограничиваем количество раз, которые ребенок может прорешать эти задания. И ACE дает возможность делать и то, и другое. Начнем мы с заданий, которые поддерживают учебный процесс. В ACE мы их называем «Исосейсфт» – «Самостоятельная работа». И, соответственно, тесты – это тесты классические. В чем разница в плане функционала в ACE? Мы можем составить самостоятельную работу из имеющихся в ACE заданий. То есть, особенность в ACE, что здесь учителя не могут сами составлять никакие задания. Они могут брать уже имеющиеся задания и делать из них, соответственно, тесты или самостоятельная работа. Если говорить о самостоятельной работе, то мы берем имеющиеся задания и направляем их ребенку или классу, чтобы они могли эти задания решать. Когда ребенок выполняет самостоятельную работу, у него нет ограничения по количеству раз, которые он может прорешать каждое задание. Он может возвращаться к первому, к уже решенному заданию, может начинать делать новое задание. И, по-моему, там нет ограничений по времени, сколько можно делать эту работу. Если мы говорим о тесте, то тест решается как классическая контрольная работа или экзамен. Я сажусь, начинаю решать, решаю его до конца, подтверждаю, что я все сделала. И только тогда система оценивает результат. В случае самостоятельной работы она показывает результат каждого отдельного решенного задания. И еще большая разница временная. В самостоятельной работе я могу одно задание сделать сегодня, второе завтра, третье через две недели. А в случае теста я должна все сделать подряд, особенно если стоит ограничение на решение по времени. То есть, допустим, на решение теста дается только один час. То ребенок должен успеть решить его за один час, и потом система закрывает возможность что-либо решать. Так, какие-то вопросы? Елена, да, может быть, если у вас не очень быстрый интернет, то вполне может быть, что звук плывет. Тогда просто стоит посмотреть запись, потому что в записи будет звук нормальный. Так, хорошо. Значит, классический рабочий стол выглядит вот так. Он разделен всего на три части. В самой левой части у нас поиск, в середине рабочая зона, и справа, соответственно, обзор того, как дети что решали и насколько много у них там решено работ, которые вы им направили. Так, что мы делаем? Посмотрим на поиск. В поиске у нас есть всего три вкладки. Это задания, тесты и детальный поиск. Здесь немножечко название не соответствует действительности. Мы их подправим немножко позже. На вкладке задания вы сможете найти все имеющиеся в ASI сборники. Если я правильно помню, то под руководством Innova в ASI составлено всего 79 сборников по разным предметам для разных школьных ступеней. И вот здесь они все расположены в алфавитном порядке. Если мы хотим как-то отсортировать сборники, например, я хочу выбрать только сборники по химии и только для третьей школьной ступени, то он мне покажет, что по химии у нас есть вот такое количество материала. Если я нажму на сборник, то мы увидим, что в сборнике есть два типа материалов. Это задания и это тесты. В данном случае речь идет о диагностическом тесте. Здесь подписано, что это D-тест. Диагностические тесты отличаются от обычных тестов тем, что они не являются инструментом для итогового оценивания. Диагностические тесты нужны для того, чтобы до или после прохождения материала выяснить, где у ребенка остались проблемы в знаниях. То есть тест составлен таким образом, что в конце система выдаст вам обзор того, где именно и с чем проблемы у ребенка по данной теме, какой материал остался неусвоенным. И эта обратная связь у нас словесная. Не просто 40 пунктов из 60, а, конечно, он получил 40 пунктов, но проблемы у него конкретно в этой, в этой и в этой теме. И в сборнике, в данном случае мы видим, что в сборник входит по теме строение атома 41 задание. На самом деле, насколько я помню, в обычный сборник входит что-то около 20 заданий, плюс-минус. И эти задания составлены так, чтобы покрывать всю выбранную тему. Выбранная тема, соответственно, это тема, которая указана в названии сборника. И диагностический тест тоже относится именно к этой теме. Но, если мы здесь посмотрим, химия покрыта достаточно хорошо. Насколько я помню, здесь отсутствуют только темы по органическим соединениям. Остальные все темы очень-очень плотно покрыты заданиями. И диагностические тесты должны были быть везде. Теперь, что мы можем делать с этими заданиями? Можем из сборника выбирать нужные нам задания. Делается это очень просто. Я нажимаю мышкой и перетаскиваю вот на эту оранжевую часть. Все, задания у меня на столе. Например, я хочу перетащить еще одно задание сюда на стол. Перетащила. Не хочу. Удалила. Точно так же ведут себя тесты. Перетащила тест. И он у меня на столе. Я дальше могу с ним что-то сделать. Если я хочу, я могу перетащить полный сборник сюда. Я сейчас этого не буду делать, потому что тут 41 задания. Удалять их нужно по одному. Это займет очень много времени. В данном случае я буду дальше работать с двумя или тремя заданиями сборника. И на их примере буду дальше показывать, что происходит. Теперь. Это была вкладка, на которой можно искать задания сборников. Очень важная информация. Все содержимое сборников видит только учитель. Чтобы эти задания и тесты увидел ребенок, вы должны ему их направить. О том, как это сделать, я расскажу чуть попозже. То есть ребенок не может зайти в ACE и просто так посмотреть все эти задачки. Это сделано для того, чтобы если учитель хочет провести, например, контрольную работу, то у него есть достаточно материала для того, чтобы сделать контрольную, которая будет действительно работать, потому что дети просто не имели возможности уже до этого прорешать эти задания. В некоторых сборниках мы использовали такой подход, что есть задания клоны. То есть составлено одно задание. Видите, вот часто они названы именно так, что атомы, трионид, один и два. Скорее всего, это просто разные варианты одного и того же задания, которые можно, соответственно, использовать в разных вариантах контрольных, например. Теперь пойдем к следующей вкладочке, вкладочка «Тесты». И это тесты, которые составлены, например, я выберу «Тасометы» и, например, я выберу предмет «Русский язык». По русскому языку, как родному, у нас, к сожалению, нет сборников, но зато здесь доступны все уровневые работы электронные за шестой класс. То есть это такие официальные тесты, это не тесты, составленные другими учителями. Вы вообще, в принципе, не будете видеть тесты, которые делают другие учителя, только те тесты, которые уравновешены и работают. И в детальном поиске, в принципе, классический поиск, точно такой же, как у нас был в первой вкладке «Аволю Куту и Ласандер», это поиск заданий. Здесь можно искать по ИД номеру задания, ИД номер задания или теста, он у нас в системе уникальный, точно так же по предмету и школьной ступени. Например, я выбираю ту же химию, третью школьную ступень, тему «Атомы и хитоз». И здесь он мне показывает, что у меня есть 93 задания по этой теме, которые я могу использовать. Конкретно по химии у нас все задания переведены на русский язык. Я знаю, что в сборниках, по-моему, тоже были, вот все задания, которые в сборниках по разным предметам, они тоже были переведены на русский язык, то есть их можно легко использовать в русских школах. То есть вот три вида поиска. Еще раз, там, где Ласандер, это мы ищем только сборники. Сборники, да, вот мне Настя подсказывает, что так и есть, все задания в сборниках переведены на русский язык. То есть 79 сборников с заданиями, диагностическими тестами, и все продублировано на русский. Это большую работу, вот специалисты и нови делали несколько лет. Так, теперь, значит, это сборники мы ищем. Здесь мы ищем тесты, и здесь мы ищем, соответственно, отдельные задачи по предметам. Здесь поиск более богатый. Можно еще вот комбинировать темы под темы язык. Вы можете прямо выбрать только задания на русском языке. Видите, вот по химии все 93, которые находятся, они все на русском языке. Так, теперь я вернусь ко вкладочке задания. Перетащу на свой рабочий стол три задачки. Вот так вот. И теперь я эти задачи хочу отправить своим ученикам. Но, как я уже сказала, я не являюсь действующим учителем, поэтому в качестве учеников у меня сегодня будут выступать мои коллеги Настя и Хелия из Инови. Когда я выбрала, что именно я хочу отправить детям, выбрала эти инструменты на середину, на рабочий стол. У меня здесь справа сверху есть кнопочка «Алиса и полосталиягамина». Дословно это значит «Добавь, поделись с учениками». Нажимаю на эту кнопочку. Он мне выдает список выбранных заданий, которые я могу выбрать или все вместе, или, например, по одному. Вот я сейчас выбрала два задания. И как только я ставлю хоть одну галочку, у меня появляется выбор «Отправить». Первая кнопочка «Отправить в виде теста» или «Отправить в виде отдельных заданий». Давайте я перетащу еще одно задание, чтобы у меня было два и два тогда, потому что первые два задания ушли как тест, к сожалению. Так, окей. Я выбираю два последних задания и нажимаю, что я хочу отправить эти задания, решать своим ученикам в качестве… самостоятельной работы в качестве отдельных заданий, а не в виде теста. Нажимаю. Он меня выкидывает на новый экран, где мы видим такую картину. Вот этот IDA номер – это уникальный номер этой самостоятельной работы. Дальше по умолчанию. Любая самостоятельная работа в системе называется «ISSS-ASFT». Здесь мы это видим. Я ее переименую, ну, например, «Семинар», потому что он все работы подряд называет «ISSS-ASFT». То есть обязательно переименовывайте, а то вы потом запутаетесь. Здесь мы выбираем предмет. В нашем случае это «Химия». Это «Химия». И вот здесь начинается самое интересное. Мы можем поставить время, за которое они должны решить эту работу. То есть время начинает отсчитываться с того момента, как ребенок откроет работу, начнет ее решать. В случае самостоятельной работы – это непрактично ставить ограничения по времени, потому что, в принципе, самостоятельная работа направляется как раз отдельными заданиями, и есть смысл дать ребенку возможность самому планировать свое время. Но как в самостоятельной работе, так и в тесте. Время пишется в формате час-час, минута-минута. То есть если я хочу дать ребенку эту работу, чтобы он ее решал 50 минут, то я должна поставить 0,0 – это час-час, да? Двоеточие и 50. То есть 2 юнита идет на час, 2 юнита идет на минуты. Теперь я сейчас это ограничение уберу. Второй момент – это когда можно решать эту работу. То есть если вы не хотите, чтобы дети решали вашу самостоятельную работу целую неделю, а конкретно, например, 26-го числа, то бишь сегодня, я здесь выбираю, что Настя с Елей смогут ее решать 26-го числа. Две галочки. Слава богу, их всего две. Это будет несложно запомнить. Первая галочка отвечает за возможность показывать детям правильные ответы. То есть когда они будут смотреть свои результаты, они смогут посмотреть правильные ответы. Если вы не хотите, чтобы они свои ответы видели, то вы эту галочку снимаете. И последняя часть – это та часть работы, которая оценивается компьютером. Этот результат ребенку показывается сразу. Эту галочку полезно держать всегда включенной. Все. В принципе, я все заполнила. Я назвала свою самостоятельную работу, выбрала предмет, поставила, что решать ее можно сегодня, сохраняю. Сохраняю. И теперь дальше у меня есть два пути. Вот эта кнопочка – направить ее решать. Или пойти в ними кире «Выбирать детей». Без разницы. Это один и тот же экран. Просто можно дойти сверху и снизу. Еще момент. Я могу добавить учителя, который будет видеть эту работу и сможет ее использовать. Я вам говорила, что вы видите только свои тесты и только те тесты, которые сделали ИНОВИ, или ЭСТИКЕ, или Институт, или кто-то, кто отвечает в ЭСИ за качество заданий по предмету. Но свои работы вы можете поделиться ими с конкретным учителем, со своей коллегой, например, чтобы человек тоже мог использовать то, что вы уже составили. Можно еще посмотреть, можно вернуться на рабочий стол, можно удалить работу, и можно сделать с нее копию. То есть все эти возможности здесь есть. Сейчас нас интересует дать эту работу кому-то, чтобы кто-то ее прорешал. Я нажимаю «Отправляю на решение», и у меня открывается новый экран, новый экран, в котором я буду работать уже с конкретными детьми. У меня, например, сейчас есть только два человека, кто мне будет решать. Это Настя и Хеля. Но наверняка в качестве примера мы возьмем химию. Есть 8-й А класс, 8-й Б класс, 8-й Ц класс. Если вы не хотите всем подряд направлять эту работу одновременно, хотите как-то получить статистику решений по классам, то есть смысл добавить к этому тесту разные группы детей в списке. В Эйсе группы списки, они называются Нимикири. Например, этот список мы возьмем и назовем 8-й А. Вот здесь сразу видно, что могут они решать эту работу 26-го числа. Сохранила свой нынешний список как 8-й А. И дальше у меня есть несколько вариантов. Если у вас есть исек у кода детей в файле, например, в каком-то блокноте, то вы можете этот файл сюда загрузить, и он сразу же добавит тех, кто у вас в файле, в качестве детей, участвующих в этой работе. Дальше Эйхис. Я не действующий учитель, у меня эта кнопка работать не будет. Но в вашем случае здесь будет показана ваша школа, и вы сможете выбрать нужный вам класс. Например, какой-нибудь там 6-й А и параллель там А, Б, С. Нажимаете на поиск, идет запрос в Эйхис, и появляются ваши дети. Но, опять же, у меня сейчас такой возможности нету, я буду добавлять людей исеку-кодами. Сейчас мне пойдет время на то, чтобы записать исеку-код. Вот он, один. Я вижу, что это Настя. Могу выбрать работу, я хочу отправить на русском или на эстонском. Настя будет работа на русском языке. И второй исеку-код у меня сейчас будет здесь. Я думаю, что это Хелия. Нашла Хелия. И Хелия у меня будет решать на эстонском языке. Видите, он сразу знает, в принципе, на каком языке у нас кто решает обычно. Вот у меня возникает такой небольшой списочек. Здесь Настя и Хелия. Я вижу их исеку-коды, вижу русский язык, эстонский язык. И очень важный пункт. Это Олик, это состояние. В случае самостоятельной работы вы видите Олик Алустомата. Это значит, что ребенок может прямо сейчас идти и решать. Если сейчас Настя и Хелия меня слышат, в принципе, вы можете начинать решать эту работу. Я сейчас добавлю еще себя, чтобы вы могли посмотреть, как выглядит решение теста, не теста, в данном случае самостоятельной работы для ребенка. Вы видите, вот я сразу же вижу, что Настя уже начала работу, а Хелия почему-то еще задерживается. Пока они решают, мы пойдем с вами немножечко побудем учеником. Ученики все свои работы видят в разделе «Тесты» до «Соритамина». И внизу вот этот выбор «Соритамина». Я иду сюда и вижу, что вот здесь у меня добавлена новая работа. Она у меня, я ее еще даже не начинала решать. Могу решать ее 26-го числа и направила мне ее Анастасия Воронина. Захожу в работу, вижу, у меня здесь два задания. То есть ребенок сразу видит свои задания, которые у него есть в списочке. Нажимаю на первое задание, ну и тут чего-нибудь отвечаю. Я буду ленивым учеником, который ничего не имеет. Сохранила, подтвердила. И он мне пишет, что, к сожалению, ты получила 0 пунктов из 7,5. Ага, вот здесь в углу еще есть табличка Менделеева, которую я, естественно, не использовала. Он мне показывает красненьким, что я все сделала неправильно. Могу подсмотреть правильные ответы вот здесь. Это была кнопочка, куда я нажала сейчас «Найта и китвасту». Помните, мы говорили о том, что можно ставить галочку. «Хочу я ребенку показать правильный ответ или нет?» Вот это как раз эта галочка. Если бы я там галочку не поставила, то здесь я бы не могла подсмотреть ответы. Хорошо, у меня все плохо получилось. Попробую еще раз. Например, пусть будет натрий, если я правильно помню. Что-то поотвечало. Снова салюстой кинетал. Ага, теперь я получила 1 пункт из 7,5. И натрий у меня зелененький. И порешала я здесь правильно. Ну, хватит сейчас меня. Пойду назад. И здесь я уже вижу, что я могу снова попробовать. Задание у меня уже сделано. И результат 13%. Пойду еще что-нибудь порешаю. Вот здесь вообще не знаю, что написать. Что-нибудь написала, написала, написала. Опять сохранила. Ну, опять все неправильно. Не повезло мне. Вот. Теперь я как учитель иду на свой рабочий стол и вижу справа, вот здесь вот, как раз свой тест-семинар, в котором срок решения 26 число. И закончили этот тест решать 33%. Скорее всего, это была я. Остальные молодцы, стараются. Нажала на эту ссылочку. И мы в прошлый раз работали во вкладочке ними кири. Здесь я вижу, что уже все закончили. Молодцы. И иду в лябе вимена и вижу результаты. Вижу результаты. Ну, хеля справилась лучше всех. Вижу, с помощью чего они зашли. Это не такая важная информация для вас сейчас, в принципе. Но, например, если вы видите, что ребенок зашел с паролем и у него, вот он сегодня зашел с паролем, а завтра у него не получилось, то, скорее всего, он вводит неправильный пароль, например. Ну, или просто можно иметь какой-то обзор, кто как заходит. Здесь поясню, что Тара это общегосударственная система аутентификации, тоже полезная вещь, но там нет такой, что с Харидом один аккаунт на все системы. Вот, здесь мы видим, когда мы начали, кто во сколько начал, я вот начала чуть-чуть попозже, и здесь мы видим, кто сколько решал, то есть, как раз это минута, у меня ушла одна минута, у моих коллег по две минуты. Вот, эту информацию про Эпи-компьютеры можно игнорировать. И теперь результаты. Результаты видно здесь. Первое, это сколько заданий решено и скольки. В данном случае у нас было два задания и из двух заданий решено два. За первое задание получили пункты такие, за второе задание получили пункты такие, всего пунктов вот столько. Можно нажать на имя «Посмотреть подробнее». То есть, в данном случае мы видим, сколько процентов было получено за последнюю попытку решения. И, это же кто у меня, это Настя. Настя три раза успела сделать первое задание, два раза успела сделать второе задание. Вот такие у нее результаты. Здесь можно посмотреть, если я нажала вот на этот 60, то первый раз Настя решила на 0, потом на 53, потом на 60. И точно так же здесь. Так, что еще? Если я нажму на задание, то она мне, система мне покажет, соответственно, как у Насти дела. Красненькие, зелененькие, как и были. Зелененькие правильные, красненькие неправильные. То, что вы здесь, вот эти таблички видите, игнорируете это. Сейчас вам это не нужно. На самом деле, это матрица оценивания. Единственное, что-то полезное можно посмотреть, это вот это на зеленом фоне, правильный ответ. С этой страницей мы еще работаем, поэтому, да, вот красненькие, зелененькие, правильные ответы, это, в принципе, то, что нужно, больше не надо. Теперь, еще есть достаточно подробная статистика. Вот в этой вкладке, это, анализ ответов. Если кому-то очень интересно, можно посмотреть, кто как решал, да, то есть, кто сколько пунктов, за что получил. Например, в данном случае видно, что один пункт получило три человека за вот эту ячейку А. Вот код ячейки, вот сама ячейка. Это может быть немножко сложно, над этой страницей мы тоже еще работаем, но, в принципе, вы можете просто знать, что она есть. Бывает такая ситуация очень редко, что какие-то задания не оцениваются компьютером. Тогда у вас возникнет возможность их оценить. Если это действительно такая необходимость возникнет, дайте нам знать, я просто отдельно объясню, как это делается. Сейчас мы на это время тратить не будем. Вот. Еще здесь на вкладке Лябиви именно, если вы хоть кого-то выберете, то вы можете с ними, с этим человеком тоже что-нибудь сделать. Сгенерировать ему, например, пароль. То есть, если Настя забыла свой пароль постоянный, у нее сломалась ID-карточка и закончился мобиль. То я могу сгенерировать себе тесте пароль в данном случае. С этим паролем, как я вначале сказала, я могу попасть только на решение вот этой конкретной работы никуда больше. То есть, я не буду видеть ни свои результаты, ни что-то еще. И здесь же можно еще добавить участников этой работы. Так, Настя все сказала, подскажи мне, пожалуйста. Теперь мы вернемся на рабочий стол. На рабочий стол мы вернулись. Я вам покажу одну важную вещь, прежде чем задание выбирать. Вы, наверное, захотите их посмотреть. Если я хочу посмотреть содержание вот этого задания, я на него просто нажимаю мышкой. И обратите внимание, оно открывается в соседней вкладке. Рабочий стол, вот он где был, там и остался. Это задание открылось у меня в соседней вкладке. Я его смотрю. Что я здесь вижу? Я вижу предмет, школьную ступень, тему и кто отвечает за качество этого задания. В данном случае за качество задания по химии отвечает и новое. Здесь есть примечания. Обычно в примечаниях мы включаем какие результаты обучения. На оценивании каких результатов обучения направлены на это задание. Здесь отдельно это обычно это указано. Наверху есть переключатель русский язык или эстонский язык. То есть от того, что я сейчас просто открыла задание на рабочем столе, система не знает на каком языке я ищу задание. То есть она мне по умолчанию открывает естественно на эстонском, но если здесь есть переключатель, это может быть эстонский, русский, может быть эстонский, русский, английский, еще что-то, то тогда значит эти все языки здесь доступны. И наверху в уголочке видно сколько пунктов всего можно получить за задание. важные кнопочки сальвиста и кинета это если я что-то прорешала и подтверждаю. Вот все неправильно сделала. Кнопочка добавить это задание в свой декогумик, это средняя зона в столе, то есть я не должна возвращаться, искать его и перетаскивать, нажимая на кнопочку он сам добавляет. И вернуться на рабочий стол. Я сейчас не буду это задание куда добавлять, потому что оно у меня уже на самом деле на рабочем столе есть. Я просто вернусь на рабочий стол. Итак, значит мы разобрались с самостоятельной работой более не менее. Теперь поговорим про тесты. Опять же направляется тест через вот эту же кнопку поделиться с детьми. И на тест у нас было выбрано вот эти первые два задания. Кнопочка отправь для решения в виде теста. Но поскольку я в самом начале немножко быстро кликала, то уже этот тест у меня образовался. Вот он. Если я вернусь к описанию теста, то у меня все точно такие же поля. Сейчас мы его назовем как-то более понятно тест для семинара. Выберем предмет. Это будет снова химия. Допустим, пусть решать можно опять же сегодня. И здесь есть еще одна галочка округления результата. В некоторых тестах у нас может быть результат кома 25 вот так оканчивается. Если вы не хотите, чтобы ребенок видел такой результат, то эту галочку можно использовать. Я сейчас добавлю владельца теста какой-нибудь вот у меня тут есть мама моя. Пусть она тоже увидит какие у нее у нас тесты замечательные. То есть теперь на самом деле вы видите, что коллега, которую вы сюда добавили, ее имя появляется здесь же в списке. И дальше все точно так же, как в случае самостоятельной работы. Я могу вернуться на рабочий стол, могу удалить этот тест, могу направить на решение. Обратите внимание, я добавила коллегу, но я перед этим не сохранила ничего. то, что я писала это название было и этот предмет. Если я не сохраняю, то все теряется. Внимательнее, лучше сохранять чаще, чем меньше. Сохранила. Все, теперь все есть. В тесте CISO точно такой же был у нас раздел в самостоятельной работе, мы его пропустили. Я могу посмотреть, что же у меня в тесте есть. Вот у меня есть такой предпросмотр. небольшой этих заданий. Можно поменять, если нужно. Крестик можно удалить. Идем сюда, в предпросмотр. Я могу смотреть, как ребенок будет решать этот тест. В данном случае мы выбрали задание на русском языке. Но здесь есть переключатель, я могу смотреть и эстонский язык тоже. Хорошо, теперь я иду добавлять сюда тех, кто будет решать. И вот теперь такая загвоздка. У меня решать может Хели и так, мне подсказывают, что у меня есть вопросы какие-то. Так, давайте смотреть. Да, на рабочем столе нет заданий по русскому языку, как я говорила, сборники. То есть, вот, если вы смотрели к рабочему столу, я сейчас вернусь вот здесь. Я говорила, что есть три вкладки. У нас есть задания, тесты и детальный поиск. Вот во вкладке задания, задания по русскому, как родному, сейчас я увиду, вообще даже предмета такого нету, потому что по ним сборники не делались, эта рабочая группа не открылась, там были свои какие-то причины, поэтому здесь заданий нет. Но есть вот здесь уровневые работы, как я показывала, это вкладка тесты. И задания по русскому языку, я сейчас вам покажу, есть в детальном поиске. Я выбираю русский язык, русский язык, я вижу, что здесь есть 47 заданий, в основном это, конечно, 6 класс, потому что это были задания по большей части на подготовку к уровневым работам. То есть вот в этом разделе, в детальном поиске, есть эти задания, только нужно осторожно смотреть, видны они детям или или нет. Ильяна, я ответила сейчас на вопрос? Не знаю, Ильяна, слышит, нас нет. В общем, да, ответ такой, что действительно сборников нет, но в детальном поиске задания по русскому языку есть. Так, Владислава, в 7 классе у вас дети по группам, то есть у вас в каждой группе семиклассники из разных классов. Сейчас я вам про группы все расскажу. Вам нужно будет один раз эти группы ввести в Waze, потом вы можете постоянно пользоваться. Владислава еще, ребенок может заходить в систему, используя любые способы аутентификации, то есть с паролем, если ваш Харидус технолог или инфоюхт генерирует ребенку постоянный пароль, то в принципе ребенок вполне может заходить с этим паролем. Если есть айти-карта, то с айти-картой, если есть мобиль или смарт, то тогда с этими способами. Яника, я, к сожалению, не понимаю ваш вопрос. Если возможно, покажите все же, где проверить текстовое задание, что это значит. Если вы говорите про конкретное оценивание, то мы можем с вами списаться и отдельно поговорить об этом, потому что я должна буду найти такое задание и показать, как эта проверка происходит. Если вам это подойдет, то будет здорово. Так, сейчас я пока расскажу вам про группы. Как я начала говорить, у меня все те же те, кто решают, повторяются, это Настя и Хелли. В прошлый раз я их ввела руками, но, допустим, я ленивый товарищ и не хочу ничего вводить руками. Вот здесь вот, справа, сверху Маргарита задает вопрос, извините, я еще отвлекусь. У нас есть два типа паролей. Если выдается пароль, который делает Харитус технолог, или кто у вас администратор в школе, кто отвечает за пароли, это постоянный пароль. То есть ребенок может зайти в Эйс, поменять его на какой-то свой пароль, запомнить его и с ним постоянно ходить. Если вам не дозвониться до Харитус технолога, вы ребенку можете генерировать тестовый пароль. Это происходит вот в этом месте. Это идет для обевименно. Вы выбираете, например, меня, и здесь есть кнопочка теста пароля. пароль. То есть когда выбран ребенок, которому нужно сгенерировать пароль, вот эта кнопочка, и мы генерируем сейчас мне пароль. Если я пойду с этим паролем через свой аккаунт, то он мне покажет исключительно эту работу, и никуда больше я зайти не смогу. И этот пароль не перепишет постоянный пароль. То есть это очень удобно, вы можете генерировать хоть в каждой работе, ставить ребенку персонально в e-call, если они не способны запомнить свой постоянный пароль. Но может быть, конечно, лучше, если все-таки ваш администратор рейса сгенерировать постоянный пароль, ребенок и выходит на бумажке куда-то себе запишет, хоть это небезопасно, но в случае маленьких детей это работает. Не можете найти уровневую работу по математике. Смотрите, там есть два варианта, если вот я их сейчас здесь не найду, я выбираю тесты, уровневые работы, тассами, выбираю математику, смотрим, что здесь есть. Здесь есть 13 разных работ, которые можно использовать. Это для 6 класса уровневой работы. Еще раз, это на рабочем столе минуты лаут должно быть вот здесь в оранжевой строчке, вкладочка поиска тестит, вы выбираете тест электасами, тип теста и математику. И здесь как раз электронные уровневые работы на разные годы. Я не знаю, что значит это копия, это может быть какие-то варианты у них. Вот так вот. Так, я пока продолжу про группы, все-таки постараюсь рассказать. Значит, так, я запуталась во вкладках. У меня есть рабочий стол. Если я знаю, что у меня, например, в восьмом классе дети разделены на группы не по классам, то есть зарегистрировать их на тесты через Эхис это не очень хороший вариант, потому что я не хочу, чтобы у меня весь восьмой А решал какую-то работу для более сильных детей, то я могу сделать группы. Наверху справа есть кнопочка Loose. Вот она не кнопочка, она такая ссылочка, маленькая. Нажимаю сейчас на эту ссылочку и все, у меня пустой экран, у меня ни одной группы нету, поэтому в данном случае я просто выбираю сделать новую группу. Сделаю новую группу, назову ее семинар, сохраняю. И теперь у меня появляется уже достаточно знакомая картинка, как я могу добавить сюда участников группы ICQ-Code, ACHES и ISFILO. Так, секундочку. Мне Настя подсказывает, что возможно я вижу больше тестов по математике, потому что у меня админские права. Да, это может быть так, но все официальные уровневые работы, они находятся на той вкладке, которую я показала. И если вы там что-то видите, то вот это оно. Может действительно у меня появляется больше вещей, потому что просто прав больше. Хорошо, теперь опять же из Экиса я ничего добавить не могу, из файла я была ленива, файл не подготовила. Вот будем печатать ICQ-коды руками. Сейчас я их найду. Так, Настя, это ты. Это Настя. Вот я нашла Настю, добавляю в группу. И второго человека сейчас еще один ICQ-код найду. это у меня Хеля. Ну и чтобы им было не обидно, я еще и себя добавлю. Так, и это мой ICQ-код. Всех добавила. Теперь смотрите, здесь как только ребенок появляется в группе, сразу же у нас достаточно много появляется интересной информации. у меня для этих людей уже были им выданы некоторые вещи. Например, самостоятельная работа семинар, это то, что мы сейчас видели. Все же эти же люди решали у меня другую самостоятельную работу какую-то по-английскому, и вот целый тест решали опцию с теми капсусами. Видите, что здесь вот сколько заданий, сколько участников, то есть такая всякая информация. Можно поменять название группы, если я вдруг захочу ее как-то более серьезно обозвать. Группу можно убрать, если она мне не нужна. И если я хочу добавить еще одну группу, например, вот такую, я добавляю сюда, ну, вот себя любимую добавила. То есть у меня есть теперь одна группа, где только я, и вторая группа, где есть больше, чем только я. Можно так, секундочку, не можно. Вот, две группы у меня есть. Теперь я возвращаюсь к проведению семинара. Нет, я хочу вернуться на рабочий стол. То есть рабочий стол у такой узел для всего. У меня вот есть вот этот тест, который я в самом начале хотела отправить, и тест есть, детей, которые будут решать, нету. И поскольку я молодец, я сделала себе целых две группы, я могу теперь добавить тех, кто будет решать, из группы. Вот они у меня. Обе здесь есть. Могу добавить трех человек, или могу добавить только себя из второй группы. Сейчас я хочу добавить всех. У меня появляется список. И что я теперь делаю? А я теперь хочу сделать так, что Настя Шипова и Настя Воронина будут делать на русском языке. Добавила. И Хеля будет решать на эстонском языке. Добавила. Обратите внимание, в случае уровневой работы мы имели дело с... Я говорила вам о том, что нужно обращать внимание на этот последний столбик, где у нас столбик называется Олег. Это состояние. В случае самостоятельной работы состояние сразу после добавления было алустомата. Это значит, алустомата, что у ребенка есть все для того, чтобы это задание начать решать. В случае теста состояние у нас регистрерит. Вот теперь, если я пойду и поведу себя как ребенок, вот он мой тест, я захожу, я не могу нажать, у меня кнопочки алуста нету. У меня есть кнопочка проверь, дали ли тебе разрешение на то, чтобы начать. Ну, вот никто мне не дает разрешение почему-то. Хорошо, теперь я пойду как учитель, иду на страничку, а даже не надо, если я хочу начать, дать, разрешить им всем делать эту работу, вот у меня здесь есть кнопочка глубоко алустада. Бывает, что я, например, хочу начать разрешить только Насте и только Хеле. Тогда я должна в Лябе Вимена выбрать только их двоих. Я знаю, что немножко много вкладок, мы это тоже потом переделаем, но в данном случае это так. Выбираю тех, кто решать у меня будет прямо сейчас, выбрала их, и вот у меня кнопочка Луба алустада. Видите, теперь их Олег состояние стало алустомата, а Воронина все еще просто зарегистрирована. И здесь в Нимикире мы видим то же самое, что Настя и Хеле могут решать, а вот Настя Воронина не может. Ну, ладно, разрешим ей тоже. Можно это сделать уже этой кнопочкой. Теперь у меня все могут начать решать, что видит Настя Воронина, которая ученица. Нажимаем на кнопочку контроль Луба, Луаус, туда, и вот у меня есть разрешение начать тест. Я его начинаю, и что я вижу, что значит я учусь в Кацаколь, список называется список, и неограниченная возможность для решения, то есть я могу решать хоть неделю, система меня не выкинет. Вот оно мое задание. Вот оно мое задание. Настя Воронина плохо учится, поэтому не будет стараться. Пошла дальше. Мы видим интерфейс теста стандартный. Опять химия и табличка Менделеева. Выбираем тут какие-то ответы. Навыбирала, навыбирала, навыбирала. Сейчас посмотрим, что она там навыбирала. Вот у меня всего два задания. Если они не решены, то они в меню тестовом белого цвета, если они решены, то они становятся желтыми. Активное в данный момент задание такое оранжевое. Хорошо, все порешала, могу вернуться тут проверить, проверила, заканчиваю решение теста. Он у меня переспросит, уверена ли ты, я уверена. И вот я получила даже, смотрите-ка, два с половиной пункта и шести с половиной. Могу посмотреть свои ответы, зелененькие и красненькие, это уже знакомо все. Как я удачно фанатикала. Вот, это была Настя, которая ученица. Теперь, если мы посмотрим, мы видим, что уже все все решили. Вот результаты моих учеников, соответственно, все то же самое, что в случае самостоятельной работы, кроме результатов. Если в самостоятельной работе мы видели несколько ячеек для разных заданий, и результаты были отдельные по разным заданиям, то в данном случае мы видим один результат на весь тест. Вот он. Это был не диагностический тест, это был тест, который я составила сама, и поэтому результат выражен с помощью только процентов. И видите, здесь, если я сейчас нажала на Настя имя, я вижу, как она решила каждое из заданий, где она сделала ошибки. Могу сравнить с правильными ответами. Точно так же вот это мое решение, так я вот нарешала. И все время виден результат. Если бы это был диагностический тест, то не было бы таких результатов в процентах, были бы текстовые обратные связи. здесь есть результаты по заданиям. Здесь дана достаточно уже подробная статистика в задании. То же самое нажимаю на имя, имя кликабельно, очень чистое решение как раз появляется у меня здесь. Так, секундочку. Так, это мы посмотрели. Да, про хиндамина, кому нужно будет еще, кому будет интересно, тогда мы можем, может быть, после семинара об этом поговорить. Так, хорошо, я так понимаю, что вопросов у нас сейчас больше нету. Если кто-то хочет что-то спросить, мы можем немножко задержаться. Если все понятно, то дайте знать, что все понятно. Тогда будет доступна запись с хорошим звуком, запись будет доступна буквально сейчас, я думаю, что вам ссылка на YouTube придет на e-mail. Да, обязательно, да, обязательно. И тогда, соответственно, это все можно будет посмотреть. Я еще раз извиняюсь за семейный фоновый шум, это было не специально, так бывает. Я еще минутку буквально подожду, будут ли какие-то вопросы. ссылки. Так. Хорошо. Ждем ссылку. Хорошо. Все. Если будет какие-то еще, там, не знаю, что-то захотите спросить, не стесняйтесь, все контакты есть. Да, Настя отправила сейчас в чат ссылку на описание сборников, которые я уже сделала. Там очень много информации, обязательно посмотрите, что есть. Самое главное, еще раз, что все переведено на русский язык. Мы постараемся еще сделать так, что те вопросы, которые были заданы сейчас в чате, может быть, мы на них письменно ответим, тоже этим документом поделимся. Я не знаю, ты, в принципе, можешь ссылку на этот SharePoint тоже скинуть. Их тут немного, но они такие полезные, что, может быть, там прямо ответим, и тогда можно будет подсматривать, если вдруг что. вам тоже спасибо, что время нашли, послушали, я надеюсь, что это полезно. Субтитры создавал DimaTorzok,